Ося, ты, Ося, ты меня не бойся, Я к тебе не тронула, ты не беспокойся. Друзья, всем привет! Вот не поверите, хочу себе повысить настроение, оно у меня плохое. Дело в том, что мы занимаемся вот таким трудом сегодня с утра. Забираем сено, то, которое не забрали раньше, косили его, ну вот, не так давно. И, в общем, получилось так, что, не знаю, почему он сюда с трактором не заехал, с граблями, и мы теперь собираем его вручную. А так как я не люблю бесполезную работу, вы себе не представляете, как я ее не люблю. Я считаю, что вот эта работа бесполезная, бесполезная. Одно дело, когда сено ты запасаешь для того, чтобы коровы зимовали, другое дело, когда ты его запасаешь для того, чтобы они его сожрали прямо сейчас. И как бы без толку. Ну да, у меня вот сейчас видео идут на канале про то, что без толку, потому что правда без толку. То, что они сейчас дают, не оправдывает кормюшку. У меня сейчас 8 литров в день. Ну это же вообще смешно. Это смешно. И вот чтобы просто, чтобы дотянуть их до весны, мы занимаемся вот такой хренью. Можно сказать, что так. Кстати, не мы одни. То есть это вот как раз в жизни крестьян наступает такой момент, когда нужно сохранять хозяйство, невзирая на трудности, невзирая на невыгодность вот этого всего. Вот так. Бескормится у нас в этом году. Бескормится, бескормится. Не обращайте внимания на мои придыхания и на то, что я дышу. Вы же понимаете, что я не просто так стою. А так как у меня на самом деле вообще нет настроения вот это вот все делать, я погребла, наверное, с полчаса. Вон, покажи кучки, которые мы нагребли вручную. Погребла, погребла. Ну и чтобы повысить настроение, я же говорю, заговорила с вами. Говорю, давай пока я грибу, снимем хотя бы 10-минутное. Видео. Муж у меня занимается с этим с удовольствием, а я нет, потому что меня ждут дома дела. Я молоко сегодня зарубила, 4 штук. Надо тушенку доделать. У меня сыр стоит. Я собрала молоко за 3 дня, его надо варить. А я занимаюсь вот этой вот ерундой. Пока муж там догребает то, что осталось, и будет подгонять машину, чтобы грузить, я, в общем, решила посмотреть, что тут за балка. Ну, то есть у нас вот это вот мы сейчас косим по склонам балок. Вот ту траву, которую вы видите, вот покажи людям, это нормально. Около деревни у нас даже этого нет. У нас, представляете, вот такая выбитая земля. Просто выбитая. Ой. И у нас коров в последнее время пасли. Знаете где? У нас есть такое заливное озеро. Там растет камыш. Вот загоняли туда, в это заливное озеро, вы представьте. И вот там коровы паслись. То есть настолько все вытоптано. У нас был лук около деревни пастбища. Помните, я вам давала ссылку на видео Оксаны, которая говорила, что землю осторожно, дальше не ходи, а то в балку упадешь. Потом сейчас покажем, какой там обрыв. Вот. Которая говорила, что землю, короче, для пастбища выкупили. Но это правда. Туда коров уже не гоняют. То есть вот сколько я себя помню, всегда после того, как вот скашивали траву, наша деревня, и не только наша, еще одна, в общем, гоняла коров туда. Потому что там, ну, такой, как бы, такая низинка небольшая. И там, в общем, вот в это время, когда вот везде, вот так вот, как я вам показываю, есть зеленая трава отрастает. Но так как эту землю сейчас не пили, то все. Нам такой облом, и им облом, и Оксанке облом. Терн, груши, и вот, видите, листья облетели. То есть, когда они облетают, как шандараха из заморозок. Сегодня, кстати, тоже был небольшой морозец. Сегодня был морозец, цветочки так немножко побило. Ну и вот, нет, ну это какая-то неинтересная балка. Во-первых, она мелкая. Но мелкая-то ладно, здесь нет почти растительности. В общем, здесь неинтересно смотреть. Так, ну что, пойдем дальше грузить сено наше. Потом, если попадется хорошая балка, я вам покажу. Я хочу записать вот эту всю свою болтологию одним видео. Потому что нет у меня настроения вот это все делать. Ну, понимаете, одно дело грести сухую траву, другое дело грести. То есть, наоборот, я хотела сказать. Одно дело грузить зеленую траву, другое дело грузить желтую. Вот, видите, редки-редки. Ну, там машина стоит с прицепчиком. Это, в общем, последняя сена, которую он накосил. И, в общем, мы смотрим сейчас, что нужно поехать еще в одно место. И посмотреть, там вроде бы тоже есть сено. Не мы одни, на самом деле, вот этой вот ерундой занимаемся. Вы не думайте, что мы на все деревни вот такие вот прям лихие хозяева, которые не могут обеспечить свою скотину сеном. Ничего подобного. На самом деле, нас таких много. До сих пор и косят, и рулонят. Потому что в этом году у нас прям не урожай. А что-то вот прям много получилось. Вот это вот мы сгребли до того, как я пошла с вами болтать в балку. Мне надоело. Потому что, ну, потому что я вам уже сказала, ну, не люблю я такой труд. Не люблю. Он какой-то бесполезный. Бесполезный. Я дома столько делала, а я вот тут вот хожу. Буквально до восьми часов не было ветра. А как всегда, вот, ну, у нас, то есть вообще постоянно ветер. В этот раз дует. Откуда дует? С востока. А на востоке, что у нас на востоке? Казахстан, кажется. Если я ничего не путаю. Что, давай, подгоняй уже. Друзья, вам вот такие вещи интересно смотреть? Вы же не думаете, я же могу не только болтать, так сказать, в пользу кого-то. Я могу еще и показывать вам тяжелый деревенский труд. Когда многие городские приезжают в деревню, и знаете, что, меня так прикалывает, когда они говорят, нам удалось даже побывать на покосе, либо на погрузке сена. Я говорю, ну-ну, побывали бы вы там не в свое удовольствие. А когда идет заготовка? Мой муж грузил по 16 мажар. Один было время зеленого сена. Представьте, то есть когда у нас не было погрузчика. Вот так вот вилами. Вручную, он говорит, вручную. Я ему помогала. Ну, там, где мы косили, это же лето, 40 градусов жары, у меня здоровье не выдерживает. О, смотри, сейчас он подъедет. Дверь-то хоть закрой. Папу снимай. Трэш. Меня как-то эти зрители спросили, какого года ваш антилопа гнул? Я ответила, 1928-го. Ну, и получается, что кормить мы их будем просто в холостую, просто как животных в зоопарке. Он сказал, не лезь, они тебе мешают. Я говорю, они мне действуют на нервы, потому что не дают прибыли. Он говорит, это мои спортивные снаряды, может, мне это нравится. Вот, короче, теперь и я сегодня с утра занимаюсь спортом, хотя на самом деле я встала рано. Посмотрите, что я делала, пока я тут погребу, погребу. А вы посмотрите, чем занимаются крестьяне ранним утром. Это свинья, он тот хворох растает, который висит вон там у тебя, в мяшке. Зачем я его вот это? Потому что он уже плохой, там есть хороший хворох. Вот, в мяшке. Здесь хворох. Вон, висит там. Висит я, да, висит. Ну, и посмотрите, посмотрите. Честно. Кши, блин. Кши, блин. Кши, блин. Кши, блин. За зерном ехать он. За зерном ехать он. За зерном. Чего ты? Кши, блин. Продолжение следует... Поймай одну, за ухом, за ухом, ей почище, она любит. Те люди, которые задают вопрос, а почему вы сеном занимаетесь в сентябре месяце, когда нормальные люди занимаются этим в начале лета, мы занимаемся этим в начале лета, так как сено в этом году очень плохое, то тот покос, с которым мы обычно накашиваем на всех наших животных, в общем, не хватило нам сена. И не мы одни, не мы одни, до сих пор люди косят, грибут, ну то, что есть, сами понимаете. Субтитры создавал DimaTorzok Это человек-паук на пенсии. Друзья, ну как всегда, все пошло не по плану, у меня в чистом поле села батарейка, поэтому вот то, что вы сейчас видите, я уже озвучиваю, приехав домой. После того, как мы погрузили сено, мне захотелось посмотреть на нору, которая находится на другой стороне балки, и мы с дочерью пошли посмотреть. Как видите, балки это такие глубокие промытые овраги, склоны у таких балок очень обрывистые, в данном случае наша балка такая глинисто-песчаная, и внутри, на дне почти нет растительности. На самом деле балки есть гораздо круче, с такими вековыми деревьями, на дне таких ущелий темнота и влага. Но это наша балочка не такая, мы решили посмотреть на противоположном склоне, я видела норы. Их там несколько штук, и мы решили с дочерью туда забраться, потом вылезти по противоположному склону и зайти в посадку. Там растут очень красивые деревья с красными листьями. Я забыла, как они называются, они ранним летом цветут такими пушистыми метелками. Если кто знает, как называется этот кустарник, напишите мне. Именно на фоне этих кустов я фотографировалась, смотрите, как они туда карабкались. К сожалению, видео не дает полного впечатления, насколько обрывистые склоны. Я вам серьезно говорю, что они почти вертикальные, почти. Очень такой у них крупный, конечно, угол. Туда надо спускаться и залезать, цепляясь за растительность. Самое интересное, что вот эта трава, которая там, я держалась за нее руками, наступала на нее ногой, она держится в земле очень крепко, очень. И когда мы взобрались на склон, оказалось, что он весь изрыт этими норами. Который также будет впоследствии за несколько лет размыть вешенными водами. И будет еще одна такая же глубокая балка. Ну вот, смотрите, вот такая прогулочка у нас сегодня получилась. Таким образом я провела весь сегодняшний день, можно сказать. И к обеду выпускаю свое видео. День у меня опять пошел не по плану, что часто бывает. Но вам, наверное, интересно посмотреть, такая природная зарисовка на моем канале. На, снимай меня. Он говорит, самый красивый, он на камере не так. Я говорю, на камере прям выедает цвет, он больше оранжевый. Было бы время, чтобы здесь пара видео записала. Ладно, вы как? Как ты помните кадром, на первом помните. А дальше это с красно-палом. Тебя сфаткать? Да. Вика говорит, посади у нас дома такую штуку. А лопата где? Смотрите, какая прелесть. Очень красиво. Багрянется. Да? Песня. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»